Мы уже давно живем в парадигме единого окна, когда действительно мы сокращаем путь получения сервиса, продукта, информации для клиента, для партнера. К сожалению, на сегодняшний момент в одиночестве мы такие вещи не решим. Сделать что-то самим, куда все будут заходить, но это тоже не наша цель. Поэтому мы, с своей стороны, видим этот ресурс как некий способ ускорения прохождения груза, некий способ более прозрачного понимания, где груз находится, способ привлечения новых партнеров, способ дать возможность клиенту все-таки выбирать. Не обязательно прыгать с платформы на платформу, сравнивать цены или ходить на какие-то агрегаторы, а действительно прозрачно понимать, что человек заказывает или организация, кто везет, в какой момент, даже если это интермодальная перевозка, ее же можно собрать самому из разных ключей, разные участники будут участвовать. Вопрос, кто это будет делать, какой это экспедитор, так называемый цифровой, либо клиент сможет это сделать на этой платформе. Мы для себя видим, что платформа позволяет участникам рынка не сыграть в какую-то монополию, а действительно увидеть плюсы и минусы для каждого из участников. Несомненно, ситуация изменится с приходом платформы, и то, как мы работали, сильно поменяется. Очень хорошо, что мы все состоим в рабочей группе и можем поделиться своими опасениями, желаниями, потребностями, рисками и максимально их учесть. Сделать всех счастливыми не получится, но точно будет лучше, чем есть на сегодня. Со своей стороны, со стороны группы ФЕСКО, мы можем сказать, что те решения, которые мы показали во время визита наших уважаемых коллег во время вэфа, они действительно применимы. И что-то и ключи я сказал, что они не применимы в моменте, но можно не просто начинать с написания ТЗ, а можно действительно взять рабочий инструмент и с ним поиграться. Это что-то вроде лего. Слепите то, что хотите. Может быть, не хватает каких-то определенных деталей, но для этого есть участники, которые эти детали могут нам поднести. Извините, перебил. Слепите, а потом полюбите. Ну, то есть мы к этому все равно идем. Ну, нет такого, что взяли коробку и она заработала. Наверное, интеграторы любят это говорить, что все под ключ, завтра очень дешево. Ну, а потом начинаются потребности в изменениях и долгий-долгий путь к чему-то. Как было выражение элитной лоботомии. Очень дорого и очень больно. Ну, давайте не пойдем по этому пути, давайте будем договариваться, что называется, на берегу. Мы открыты, мы действительно готовы показать, что есть. Не все показать, я делаю акцент, потому что все-таки есть вещи, которые представляют собой действительно конкурентное преимущество. Ну, извините, да, все мы в рынке, так, Георгий Иванович. Какие риски мы еще тут видим, наверное, риски того, что действительно, здесь сейчас буду политически корректным, да. Коллега сказал, что у государства меньше способов сделать что-то лучше, чем у коммерции, потому что не с кем конкурировать, да. Но мне кажется, именно вот то соглашение, которое мы подписали, и то совместное детище, которое мы создадим, оно как раз и будет учитывать и государственные, и коммерческие риски, условия. Поэтому мы только за, как вы сказали, мы уже давно в этой лодке, готовы грести, готовы управлять, готовы менять, как, знаете, самые сильные экипажи, которые могут в моменте менять роли, да. Вот мы вот за это, да. Сегодня один рулит, завтра второй. Это помогает понять, что мы действительно не только приходим, как группа компании Фейско, да. Мы приходим, как компания, которая совместно с другими участниками создает продукт, который действительно нужен рынку, и он позволит всем хорошо, качественно и дорого жить. Спасибо. Спасибо.